Народ, всем пламенный hello, приветствую вас на канале ASMRVan, сегодня жарко солнечной Флориды и город Нейплс, сегодня мы с вами отправляемся в автосалон BMW и мы с вами будем смотреть до BMW, значит, ребят, буквально завтра я отправляюсь в славный город Майами для того, чтобы забрать уже выкупленный полностью автомобиль Дмитрия, мы ждем тайтл, надеюсь он будет как можно скорее Но это, поверьте, от нас обычно это никак не зависит, кто сталкивался с этой ситуацией прекрасно знает, но будет обзор BMW, который мы ждали 3 месяца, который был заказной, это X6, очень индивидуально, я расскажу про покупку, про то сколько стоит, покажу функции, это самый большой опцион для 3-х литрового с индексом 40i автомобиля BMW X6 Это будет на днях, как только я заберу, обязательно запишу вам обзор, Дмитрий разрешил это сделать, спасибо Дима, предоставил свой автомобиль на обзор, мне его придется перегнать оттуда в Майами В принципе, не первый уже, конечно, даже не второй, не третий BMW в моей жизни, скажем так, за момент еще тот, когда я вот помогал приобретать и отправить автомобили Но тем не менее, все равно, все равно каждый раз, как в первый раз, все равно каждый раз как-то, каждая машина индивидуальна, каждая машина сама по себе интересна И, в общем, я вам, конечно, все подробно покажу, а сейчас мы посмотрим на то, что есть в салоне BMW, потому что, ребята, часто те люди, которые выбирают машины, смотрят и видят реальные ценники Ну, там у нас вот целая партия БУ с пробегом BMW стоит Ну, кому надо, обращайтесь, компания у нас занимается тем, что мы покупаем, подбираем, проверяем, отправляем к вам или помогаем купить здесь, в США О, что здесь, полистар зачесался, покажу Ребят, это полистар стоит, это Вольво электрическая Ну, точнее сказать, китайский автопром Под скрытый, под Под значком Вольво Ну что, давайте пойду я сейчас по площадке И буду показывать вам ценники на автомобили BMW Новые Ребят, очень важно следить за ценами на автомобили Поскольку все стремительно меняется Надо в лучшую, надо в худшую сторону В принципе, при неизменных ценах зачастую у дилеров Условия на покупку меняются Иногда добавляются какие-то программы, без них вы не купите Иногда бывает и Just-in-Market, который носит добавочные стоимости, фактически на ценку на автомобили А иногда, как сейчас, BMW недавно сообщила, что они предлагают под 2,9% годовых На самом деле, не надо путать, пожалуйста, ставку, которую дает вам автосалон и ту ставку, которую дает вам банк Это раз Во-вторых, при сегодняшней базовой ставке США, по-моему, что-то в районе 5,7%, то есть брать деньги под 5,7%, а давать под 2-3% никто вам, естественно, не будет Что это значит? Это значит, что автомобиль либо будет немножко наценен, либо на них есть у дилеров скидки Они просто таким образом не предоставляют, зато предоставляют вам более дешевый кредит То есть, в принципе, всегда сумма будет одна и та же, а остальное это вариации, а ручки вот они, а ручки вот они То есть, в принципе, ничего нового Пока базовая ставка кредит на Центробанк США не снизилась, то, соответственно, и кредиты пока будут стоить как минимум дороже, чем их выдает Центробанк США А все остальное это скидки от, например, производителей Семерочка, X-Drive, это у нас с вами 60-ка бензиновая на дисках Воссен Я показывал, было белое и черное, белое купили У нас, ребята, Флорида, а Флорида значит, что белый цвет всегда больше востребован Белые машины на вторичке будут дороже Итак, что тут у нас? Я уже как-то показывал, у нас 15 тысяч плюс к пакету за Pirelli P-Zero И, соответственно, Воссен диски, а так стоимость 128 тысяч Вот за вот это с вас уже взяли деньги Это тоже момент заработка для... Вот видите, 128 плюс пакет они написали и 144 тысячи То есть, ну, давайте понимать, что бесплатный сыр только в мешаловке Поэтому, соответственно, если вы видите, что вам кто-то предлагает там 1%, 2% При том, что сами деньги взяли под 5, то задумайтесь, да? То есть, ну, чудес! Мы с вами уже взрослые и большие дяди У меня более того, у меня канал, на котором мои зрители одни из самых адекватных людей Я очень сильно этим горжусь И поэтому большинство, конечно же, понимает, о чем идет речь Очень хорошо, поскольку погружены там в бизнес, в кредитование и так далее И все хорошо, прекрасно понимают Итак, это у нас с вами 230-е купе 51 тысяча Посмотрите, Германия 24, Мексика 23% И США, Канада 8% То есть, автомобиль, в общем-то, в большей части он у нас немецкий Ну, и мексиканский немножечко И в меньшей степени американский 51-125 на ценнике То есть, никаких на ценах ничего Цвет Бруклин Грей Все красиво, все хорошо Ну, быстренько восьмерки покажу Просто показываю их уже Вот давайте прям посмотрим одну Один вариант Конвертабл 120 тысяч 950 Два варианта крыши доступны Кстати, ребята, кто уже покупал себе подобные автомобили Еще когда-то с жесткими крышами Раньше у BMW было два варианта Жесткая и мягкая крыша Сейчас осталась только мягкая Но из собственного опыта владения автомобилей Именно с такой крышей кабриолета Вы видели мою М440 Фактически крыша жесткая То есть, у нее только вот это покрытие мягкое Но сама крыша жесткая Она двухслойная, шикарная Звукоизоляция Никак не мешает никакого шума, ничего А два варианта Я имею в виду, что есть вот такой вот черный Есть серебристый цвет И какой вот сюда, мне кажется, больше бы серебристый подошел Вот здесь черный не очень уместен Уместен, мне кажется Так, я показал вам цену-то? А то я 100, да 120 950 Это у нас с вами 4,4 120 тысяч Без 50 долларов И купешечка Купешечка Восьмерка Обратите внимание, что пока еще старая медиа Старая медиа стоит Ну да, старая медиа, зато кристалл пакет То есть, имеется в виду, что Панель приборов и мультимедиа Она еще из прошлого 110 785 Цена Индекс, давайте покажу Что это у нас с вами 800 850i Так, погнали дальше Быстренько смотрим, что Знаете, когда выбираешь между BMW и Mercedes Долго То потом приходится покупать Raptor Посмотрите Обзор на моего красавчика Бомбическое авто Я в него влюблен Любовь моя новая И никогда не испытывал ничего другого У меня недавно был большой обзор На минут 45 я записал Очень рекомендую посмотреть Для тех, кто не имеет представления Об этих машинах Как я не имел до момента Того, пока не сел за руль Этого замечательного автомобиля Хотел сказать, этого чертова пылесоса Помните, да? Кавказскую пленницу Так вот Нет, замечательный автомобиль Все хорошо Так, еще одна семерка Судя по дискам Это у нас i7 Что ли? 137 тысяч 137 тысяч Что у нас? X-Drive 60 i7 Да, это 100% электричка Ну, на сегодняшний день Наверное, только лизинг Выгоден для этих машин Очень быстро теряют цене Нет никакого смысла На вторичке Зайдите на мой телеграм-канал, ребят У меня он В Первом закрепленном комментарии От меня Там телеграм-ссылка На инстаграм Инстаграм можно написать И Вот красавчик X7 Посмотрите Какой красивый автомобиль Почему красивый Именно этот? Потому что Мне лично На мой вкус Очень нравятся эти диски Они одни из самых крутых Это у нас пакет Shadow Line Extended Shadow Line У нас Молдинги И Черные трубы Черная решетка Это Shadow Line Extended И вот эта полоса Которая Обычно Внутри С хромом Она здесь тоже черная Она, скажем Тонированная Внутри Вот там вот Хром еле-еле проглядывается Ну, посмотрите Ну, что это за произведение искусства Один из самых красивых автомобилей Реально Мне кажется Не потеряет на популярности Вообще И То, что вот эти вот Некоторые там плевались Что фары Ребят Да я точно так же Когда я первый раз увидел Думаю Что это такое А сейчас мне кажется Как же он гармонично смотрится Как же это по-современному И очень классно С таким Каким-то, не знаю Прищуром Но тем не менее Брутальность у него Это не забирает нисколько Фантастическое авто Давайте посмотрим Что у нас тут Это Это у нас 102 тысячи долларов 102 тысячи долларов Салон Кожа Мерина Нету Кристалл пакета У них всегда Всегда есть Доводчики Всегда есть Панорама Всегда есть Проекционолобовое стекло Я не встречал Честно говоря Однажды встречал Ну и бывает Без камер 360 Но не так важно Здесь у нас Правда Капитанские кресла Но Тем не менее Это у нас Индекс 40 Это значит 3 литра 102 тысячи долларов Отличный ценник Четверочка Купе Фантастически Красивый цвет Но это у нас Электричка Сразу по По радиаторной Решетке Она Видите у нас Сплошная Поэтому сразу Можно понять Что это у нас Электричка И уже С новой Панелью приборов Видите Вот это вот Большой Длинный экран 74 тысячи долларов И это Два мотора Едет она 269 миль Ну примерно На полтора Умножайте Получится Сколько это будет В километрах Примерно Ай4 Называется И А4 М50 Индекс У нее Будет Ай5 Так Бедушка Бабушка Пошли Смотрите В машину Видимо Иксэм Приглядели Кстати Иксэм Ребята Сейчас На вторичке Имейте ввиду Что у меня В телеграм Канале Можно Я выкладываю Цены Можно Купить За очень Хорошие Деньги А вот У них Видите Они на Паршаке Пустая Они вот так Встали По нашему По домашнему Ай5 И 40 И ценник На пятерку 73 400 Ох Так Это все Стоят Это все Стоят У нас Гранд купе Что четверки Сейчас Короче Это у нас М Ай Так Это электричка Вот по шильдикам Видите Они все Электрички На самом деле Это у нас С вами Ай4 Гранд купе Да И это у нас Все полностью Электрички Только вот это Ай4 М50 А это Ай4 Е35 Ребят Разница В электромоторах На самом деле Там стоит Двойной Электромотор А здесь Ну-ка все Посмотрим А здесь Просто Оу Электрик Моторс Ну в общем Чуть-чуть Она менее мощная Кстати Неплохо было Посмотреть А кто Дольше едет Смотрите Здесь у нас Заявлено 276 миль На одной Зарядке Умножить На полтора Будет километраж В метрической Системе А здесь У нас Заявлено Посмотрим Не вижу Блин Зараза На 269 То есть Та едет Больше Ну закономерно Чем больше мощность Тем Меньше у нас Возможность пробега Ребята По поводу того Что я вам обещал Записать на Х2 Значит Сначала я приехал Они не разрешили Записать Потому что Сказали до 1 марта После 1 марта У меня не было времени Потом машину купили Поэтому как только Встретится Х2 Я вам обязательно Запишу И покажу Значит XM Давайте посмотрим Очень сильно Мне кажется Сначала переоцененная Потом не дооцененная Машина Вот она У нее начинается Вторая жизнь Вторая стадия Значит XM Это у нас с вами Платформа X7 Это Плагин гибрид У нее 4.4 Двигатель Других не бывает Хотя Как выяснилось Там какие-то Варианты Оказывается XM В Европе Якобы есть Какие-то Трехлитровые Но я их не встречал Ни разу Значит Это У нас Они всегда идут 4.4 Плюс еще 100 лошадей От электромотора И это На порядка 70 километров Именно Километров На На чистой электрике Но все Конечно Зависит от Погоды Загрузки Динамики Движения И так далее Стоимость Ее сейчас По прежнему Такая же 163 640 И это При условии Что она У нас еще Нет Нет На Бауру Вилкинс Все Вижу Потому что Да Бауру Вилкинс Бауэрс Вилкинс Это ребята Музыка Кто не знает Это у нас Цвет Черный Карбон Это Темно Темно Глубоко Синий Цвет Такой Он В принципе Все время Смотрится Черным При определенном Угле Он Чуть Чуть Отливает Таким Темно Черно Синим Цветом Если вы Хотите Чисто Черный Цвет То Тогда Берите Black Sapphire Диски На выбор Здесь Вот такие Вот Всегда Красные М Суппорта Он Всегда Только Вем Никаких Других Всего Два Варианта Бауэр Вилкинс И без Бауэр Вилкинс Остальное Все В принципе Схоже Вот Эта Новая Панель Всегда Всегда Очень удобный Задний Ряд Ребята И Я уже Много О нем Рассказывал Показывал Автомобиль Огромный И первое Время Все Хватали Потому Что он Был Новый Потом Схватили Не поняли И теперь Только Потихонечку У него Начинается Новая Жизнь Новая Популярность Потому Что народ Расчухивает Уже Поездил Говорит Блин А Не такой Шлохой Автомобиль И не Так же Он Там Пугает И на Вторичке Его можно Взять За адекватные Деньги В принципе Посмотрите На моем Телеграм Канале Я выкладываю Частенько Варианты По Иксэму Потому Что Мне кажется Это Отличная Альтернатива Какому Небудь Ламборгини Урос Бентли Бентайга И только Тем Кто Знаете Спортивный Молодежный Стиль Жизни Потому Что Бентайга Все Таки Мне кажется До него Нужно Морально Дорасти И по Возрасту Дорасти А вот Это На Любой Возраст Будет Знаете Как Хорошие Кроссовки Они Смотрятся И на Людях Возрасте И на Молодежи Одинаково Классно Классика Есть Классика Купи Продаем Хороший Этот Ну Зачем Мне Из Драйв Ребята Из Драйв Это Система Сингл Драйв То есть Фактически Отмена Полного Привода Интеллектуального Полного Привода От Х5 Где В принципе С появлением Х5 Это Новая Философия Полноприводных БМВ Именно С этой Системой Х5 А Там Она Как Х Драйв Да А Взяли Воткнули С Я Не Понимаю Знаете Это Как Сначала Был Таможенный Союз А потом Решили Дотамаживать В России Отдельно Вот Как Потом Отменили То Что Было До Этого То есть Вот Та же Самая История Видите Не Только Так Делают Здесь Тоже Идиотничают Иногда С Фигней Да Простят Меня Адепты Значит Х Драйв 40 Ай Это У Нас Классический Трехлитровый Двигатель X5 Синий Цвет Очень Красивый Это У нас Стоковый Вариант 67 Тысяч База Плюс Допы 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 И 76 Тысяч Плюс Налоги Будут Салон С простыми Сидениями Ну Вы знаете Насчет сидений Я еще могу Предположить Да И кстати Фары С вот этими Вставками Они никакие Не лазерные Но на синем Цвете Смотрится Очень классно Мне так Кажется Вот С этим Синим Видите Проекция Панорама Естественно Кристал Пакета Нету В принципе Это не так Важно На самом Деле Комфортные Сидения Хотят Практически Все Но Не критично Не настолько Что Прям Там Какой-то Прям Огромная Разница Можно Пережить Спокойно И с этими Сидениями Но Салон Называется Этот Сильвер Это Кстати Хорошее Компромиссное Решение Между Устричным Потому Что Устричный Очень Марки А Серый Очень Такой Некрасивый Вот Серебристый Он Приятный Стал С Драйв Икс Драйв Икс Три Тридцатка Но Тем не менее Это Двухлитровый Двигатель Давайте Посмотрим Да Два Литра Твин Пауэр И 48 900 База И 59 Они Надули Все Премиум Пэккедж У нас Где Они Комфортный Доступ Даже Панорамик Ломбар Саппорт Это У нас Поясничная Вот Это Поддержка И Подогрев Подогрев Сидений Короче Говорю Все Это У нас 3500 2500 М Спорт Пакет Ну И В принципе Старый Еще Весь Кокпит Но Тем Не Менее Смотрите Есть Проекция То Есть В этом Случе Тонированные Фары Я Уже Показывал Первый То Что На Синем Синими Вставочками Видите Голубенькими Но Это Не Лазерные Фары Не путайте Больше Их Нет Есть Вот Такие Белые Фары И Отдельно Есть Тонированные Темные Фары Это Опционы Ну И Ценник На Это Замечательное Авто Вот Видите 59 То В принципе Раньше За 63 Можно было Х5 Купить А вон Еще Приехали Их Седьмые Видите Сгружают Их Седьмые Очень Востребованы В США Но В США Любят Большие Машины Поэтому Их Седьмые Одни Из самых Популярных Это Все У нас Х3 Нет Смысл Их Особо Показывать Потому Что Вот Я Вам Один Продемонстрировал Слава Богу Х1 Х Драйв 2.8 Так Вот Такие Сидения Консоль Я Показывал Много Раз Машина Суперская Вся Очень Она Скажем Так Соответствует Дизайн И внешность Автомобиля Нового То есть Наконец Таки Сочетается Все И цена У нее 47 210 За полный Привод Панорама Светлый Салон Вот Это Кстати Салон Остричный Светлый Но Как-то БМВ Фактуру Ну Коже Уже Неумеренно Говорить Да Потому Что Ребята Некоторые Говорят Я Хочу Только Алькан Простите Хочу Только Кожа Напа Там И так Далее Только Кожан Салон И Пускай Алькантара Будет И многие Считают Что Алькантара Это все Та же По-прежнему Замша Которая Кожа Замшевая И так далее Забудьте Это Искусственная Кожа Так же Как и Сансофин Которую Они делают Так же Как сегодня Как-то я забыл Она там Называется Короче говоря Все Уходит В старое Доброе Вот это Вот Кожзам Который Просто Стал Выше Уровнем И Та же Самая Алькантара Не является Загуглите Этот факт Не является Никакой Настоящей Замшей Это Искусственная Абсолютно Стопроцентная Кожа И чем больше Алькантара Тем больше У вас искусственной Кожи Ну а Если вы хотите Там себе Нисансофин А Напа Ну Переплатите 3 500 Примерно Там 4 тысячи Я не знаю Ну дорого Стоит Так ZM M40 С таким Вот смотрите Алый салон Он не красный Он ребята Алый Я не знаю У кого Как монитор Откалиброван Но он В общем Красиво Кстати Смотрится Ярко 72 тысячи Долларов Йокарный Бабай 3 литра Твин Турбо Ну это Фактически Тот двигатель Который Я стоял На М440 А это М40 Айз4 Восьмерку Показал Трешку Показал Что тут У нас Такое Это у нас Стоит М Серьезно М8 Компетишн М8 Компетишн Это купе Черное С красным Салоном Здесь он не алый А он именно Гранатово Красный Такой Лексус Знаете На Лексусе Такой же салон Сколько у нее цена Я не вижу Стикер Ребят Стикера нет Поэтому не будем Тратить Наше с вами Время Идем дальше 850 Ну вот он Красавчик Мне кажется Все практически По фэншую Да все У него по фэншую На самом деле Сейчас проверим У нас Стикеры А так X5 Рестайл Темные Тонированные фары Черная решетка Что говорит Что у него Пакет Extended Shadow Line Это цвет Black Carbon То есть это Глубокий Черно-синий цвет То есть темно-темно-темно-синий Стоит естественно М-пакет М-тормоза Модные диски А это кстати За доплату Это достаточно Дорогие диски Камеры 360 И салон Individual Individual Устричный Вот этот салон Достаточно такой марки Но он страшно красивый Это для очень аккуратных людей Конечно Кто Можете позволить Прямо следить Хорошо за салоном Посмотрите Ну Очень-очень Классно смотрится И это у нас С вами Ну-ка X5 Сороковка Ребята XDrive 40 До чего же Классно Ну здесь Extended Видите Черные трубы Ну и какова цена Всего произведения У нас 82 тысячи 82 тысячи Притом Притом Что салон Individual Нет только Crystal Пакета Harman Cardone Стоит Ну то есть Executive Пакета У нас С вами нет Но тем не менее Все основные функции Есть И мне кажется Очень классно Но ребята 90 штук 90 тысяч За автомобиль Поэтому мне кажется Проще На вторичке Его взять Ну так Ну что ребята Вот там давайте Пройдемся Покажу еще парочку Семерок И буду сворачиваться Сегодня Там Там вон видите Под разгрузку Еще и к старые Но скорее всего Сегодня не разгрузят Потому что Сегодня воскресенье Салон закрыт Я доберусь Когда они работают И поснимаю вам Икс второй Обязательно Ну сейчас Еще икс шестой Заберем Поснимая Икс драйв 235 БМВ 55 тысяч С таким же Алым салоном Кстати Ну вот мне кажется БМВ Вот в этом цвете Они немножечко Продвинулись Потому что Действительно Сделали его Несколько иной Ну и И И Семерки Давайте Вот такой вот Это у нас С кристалл фарами Видите Фары 135 тысяч долларов Тартуфа Салон Здесь у нас Если У нас Нету Кинотеатра Я уже рассказывал Почему у нас Не часто Они Икс 3 760 Ай Икс драйв Сороковок То есть 4-4 Сороковок Их Полноприводных Не бывает К сожалению Вот сороковка Видите У нее нет Шильдика Икс драйв Ну вот Как-то так Ребята Как-то так В общем Си по семеркам Тут прям Посмотрите Выбор колоссальный Навалом Вот Цвет Цвет И многим Он зашел У меня У друга Была Такая Именно В этом Цвете Машины И Когда ты Едешь В этом Цвете Все Понимали Что Это Чистый Стопроцентный М Ну и Вот Такая Отсылка К реперту БМВ Решила Еще Выпустить Серию Мне кажется Правильно Потому что Что скажете Какое ваше мнение По этому поводу Ребята Новый привоз Который Я доехал До этого Автовоза Значит Смотрите Пришел Икс пятый Сороковка Белый Ну или Точнее сказать Он первомутрый Очень красивый Цвет На самых Красивых Дисках Вот те Индивиду Красивые Ну те Индивиду А это Вот Стандартный Скажем Так Дизайн Стандартный Но И очень красивый Пришли Икс Я так понимаю Это у нас Икс два Нет Это Это Икс четыре Это Икс четыре Пришел Да Вот еще Вариант Вот на этих Красивых Дисках Икс пятый На индивиду Вот эти индивиду Только что Я вам показывал Черный Такой стоял В телеграм Кстати Тоже выложил И вот Такой Вот Скайскейпер Грей Тоже С этими же Дисками Красавчик Ну и Дравит Грей Сейчас я Вот так Вот отсюда Покажу Дравит Грей Один из Самых Красивых Цветов То есть Мне кажется Что если Дравит Грей Поставить Вот на Такие Диски С салоном Индивидуал Там Тартуфа Черным С любым Это Один из Самых Крутых Авто Будет Дравит Грей Цвет Просто Бомбический Переливается Так Что Мама Не горюй Ну и Это у нас По моему Икс 4 Икс 4 А5 А их Старых Что-то Я не вижу Вовсе Ну Отличный Завоз Я думаю Что эти Машины Не знаю Может быть Выкуплены А может Еще доступны Но Ребят Новые Автомобили Не просто Но можно Купить А если что Обращайтесь Мы возьмем С небольшим Техническим Пробегом Из автосалонов Вам И отправим Для вас Подберем Индивидуально Под вас Автомобиль Думаю Что Он будет Именно Такой Какой Вы хотите Обращайтесь Если что Ссылка В телеграме В инстаграме Ссылка На телеграм Инстаграм У меня В комментариях Ну и Приезжая Мимо склада Я заметил Еще Две Классные Машины И не упустил Возможности Вам показать Кстати Их шестых Обратите внимание Практически Нет Они только Заказные Но это Их 6 М Компетишн А нет Вот еще Какой то есть Их 6 Один Сейчас посмотрим Ну вот это Вот точно Солд Уже Видите Его Убрали Это Их 5 Но это С С Драйв Сороковка А вот Это Вот Вот этот Вот По моему Он Блин Зеленый Малахит Или Как то он Там Очень красивый Цвет Машина Только Пришла Это Компетишн Именно Компетишн Их 6 Изумруд По моему Да Не может Изумруд Очень красивый Цвет Очень редкий Это Индивидуальный Цвет И видели Я еще Показывал Урбан Грин Это Хаки Такой Строгий Недавно В телеграм Канале Выкладывал Цвет На любителей Я не спорю Но Мало ли 131 тысяча Стоит Ну Плюс Налоги Соответственно Этот автомобиль Обойдется Примерно В 145 тысяч Здесь Ну Тут Все Включено Экзактив Пэкэдж Стоит Но Карбон Естественно Массаж Ну В общем Все А стоит Хармон Кардон Не Бауэрс Но Это Не критично Вообще Для меня Это Я не знаю Некоторые Заморачиваются Но Мне кажется Это Вообще Не критично Так И вот Еще Один Х6 Стоит Не знаю Возможно Под заказ Кому-то Привезли Х6 Х40 То есть Это У нас Трешечка А Это Ребята БУ Это Трейд И он Удержан На 60 Дней Это Кто-то Сдал В трейдин Нет Х6 Это Большая Редкость Это Видите Вот Мы Сейчас На днях Запишу Вот Видео Про то Что мы Диме Брали И поверьте Это Я не знаю С чем Это Связано Я даже Не буду Говорить Что-то Почему Это Так Но Их Шестые Под заказ В трейд Вот он Сдался Его Выкупят Буквально Там Как только Они Его С холода Уберут Выкупят Сразу За Один День И вот Смотрите Как Красиво Смотрятся Эти Тонированные Фары Еще Эти Диски Вот Жалко Что Он Сингл Драйв То есть Моноприводный А так Он Продан Уже Все Равно И Он На Светлом Салоне Все Друзья Мои Пока Пока Увидимся Спасибо Что Были На Канале Подпишитесь На Инстаграм Телеграм Ссылка У меня В закрепленном Первом Комментарии Я поехал Мой Супер Авто Мой Красавчик Любимчик Эх Изменил Я БМВ Но Мне Кажется Не напрасно На Самом Деле На Сам Деле Больно Нравится Мне Это Авто Посмотрите Мой Обзор Я Старался Максимально Подойти Объективно Ну Вот Второй Месяц Поездок И я И я По-прежнему Счастлив Пока Пока Спасибо Что Были На Канале Увидимся